Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Наша еженедельная передача Культурная среда И сегодня у нас в гостях Выдающаяся российская пианистка Екатерина Мечетина Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте, Елена Очень рада нашей встрече виртуальной Да, я тоже очень рада И у нас теперь есть возможность пообщаться по скайпу Рассказать нашей рижской аудитории О вашей биографии О творческих планах, которые все-таки будут в дальнейшем После окончания карантина Ну и, конечно, то, чем вы сейчас занимаетесь Я хотела бы слушателям сказать в двух словах О том, что Екатерина Мечетина Это солистка московской филармонии Педагог московской консерватории Входит в совет по культуре президента Российской Федерации У нее очень большая и концертная, и общественная деятельность Я всегда удивляюсь, как вы успеваете все совмещать И с большим успехом Я следила, как вы отстаивали от реформы музыкальной школы в России Да И то количество концертов с симфоническими оркестрами Сольными программами И то, как вы занимаетесь с учениками Это действительно огромная жизненная энергия И вот сейчас, когда настал момент паузы Куда эта энергия уходит? Вы знаете, да Сейчас все поставлено на паузу Причем в такой неопределённый срок Что у музыкантов даже появилась шутка Друг другу спрашивать А кем ты будешь после карантина? И в этой шутке, конечно, есть доля шутки Потому что сейчас не самые легкие времена Переживают музыканты многие Я занимаюсь с учениками Это никуда не делось Хоть мы и не очень большие все сторонники дистанционного обучения Но я нашла для себя формат, который подходит и мне И, судя по результатам, подходит моим ребятам Они у меня все уже достаточно взросленькие То есть моя самая младшая ученица 12 лет И она уже очень хорошо понимает всё происходящее Поэтому они мне просто присылают записи А я им присылаю подробнейшие комментарии с номерами тактов Иногда у меня на запись этих комментариев Уходит несколько страниц блокнота 10-12 страниц на урок И это достаточно подробный урок Потому что я могу запись остановить Прослушать ещё раз сложный мне фрагмент В общем, выкручиваемся как можем Что же касается всей остальной деятельности Ну и просто нет И надо сказать, что нынешний период Это, конечно, представляет он огромный интерес Будет, наверное, представлять большой интерес Для психологов, потому что совершенно неожиданные реакции Первые дни карантина мне хотелось постоянно сохранять ритм жизни Мне хотелось сделать расписание дня Вот сейчас я три часа позанимаюсь Потом я час буду читать книгу Потом я позанимаюсь физкультурой А то, как мы все уже поняли, в общем, карантин Достаточно рискованное мероприятие для размера одежды И потом всё это плавно-плавно-плавно переходило В состояние какой-то большей углублённости И прислушивание к себе К своим желаниям И как-то стало себе разрешать И мне ничего не хотелось сделать Я ничего не делала Я включала сериал, например Или какие-то другие похожие вещи Могу сказать, что Одним из самых удивительных эффектов карантина Для меня стало, что мне совсем не хочется Ничего играть из своего дома С трансляцией в интернет Я не согласилась ни на одно подобное предложение И наблюдаю за многими моими коллегами Которые поступают точно так же Да, а если бы вам предложили сыграть концерт В Большом зале консерватории Или провести участие в Большом театре Который был большой концерт Там бы согласились? Смешно то, что мне всё это предлагали И в Большом театре тоже я была заявлена В числе участников концерта Просто люди не такая вещь У них меняется немножко настроение И за пару суток до концерта Сказали, что у них поменялась концепция Им нужен вместо меня лауре От «Синей птицы» Ну так бывает В Большом зале мне предлагали Сыграть сольный концерт Нас Александром Князевым предлагала Московская филармония Сыграть концерт дуэтов К которому мы очень серьёзно готовились Очень! Я, наверное, за последние годы Никогда не имела столько времени свободного Чтобы подготовиться к одному единственному концерту Поэтому я была готова просто идеально В суперформе Но, к сожалению, потом нас ввели Вот эти вот нерабочие дни И из-за того, что службы Не могли бы обеспечить этот концерт Пришлось от него не отказаться Мы его обязательно сделаем Просто в это время Но, вы понимаете, я оказалась сама Вообще в очень странной ситуации Дело в том, что я уже с февраля Сижу на Сказать, на вот этой самоизоляции Потому что я уже переболела Не знаю, ковидом или чем-то похожим Но с воспалением лёгких я уже в феврале в больнице полежала Моя пауза уже очень давно тянется И только-только я начала выходить на сцену Как опять Понимаете? Ну, я говорю об этом с улыбкой Потому что жизнь есть жизнь И в ней бывают вот такие задания тоже И из них нужно находить свои собственные Какие-то выходы И свои собственные решения И на самом деле мне очень интересно Я не нахожу ни единой минуты Для того, чтобы поскучать Но мне кажется, что человек С нешироким кругом интереса Вообще может скучать в ту эпоху Когда у него есть интернет И есть всё, что угодно в интернете Да, Екатерина Расскажите немного нашим слушателям О вашем детстве То есть ваши родители Оба музыканты Вы фактически на плодородную почву Упала семья И взращивали такого ребёнка Сразу проявилась тяга к музыке? Или всё-таки Хотя в 4 года вы уже Если верить К тому же интернету В 4 года вы уже начали играть? Да-да-да Это воспоминания моих родителей Я об этом почти ничего не помню Но это было так Потому что По рассказам родителей Настолько ярко была Выражена тяга к музыке Начиная с того, что я в каком-то Младенческом возрасте Сама себе пела колыбельные Причём пыталась подражать папиному голосу Папа мне чуть-чуть, видимо, их пел И я басом пела себе колыбельные Ну и затем дома был инструмент К которому я нашла свой подход Я поняла, как с этой игрушкой разбираться Стала подбирать мелодии Ну и, в общем-то, родители-профессионалы Мы, конечно, довольно быстро поняли Что без обучения никак не обойтись Другой вопрос, что, конечно, в том возрасте Не было ясно, куда всё это заведёт обучение Но вот завело оно туда Что мне само это стало интересно А к виолончели не хотелось подойти? К виолончели? К виолончели очень хотелось Очень хотелось подойти Я несколько раз просила папу меня поучить Ну почему был выбран рояль? Ну, возможно, просто из-за того, что К нему было легче подойти самостоятельно Это раз, и я это делала К виолончели самостоятельно не подойдёшь А второй момент, ну просто, конечно, для девочки папа пожалел, наверное, чтобы всё-таки не носить этот инструмент. Хотя столько чудесных виолончелисток. Ещё бы хотелось в определённый момент быть скрипачкой. Значительно больше, чем пианической, честно сказать. А вы играли на скрипке или просто как бы жаловала? Я попросила маму принести мне скрипку, освоила её совершенно сама. Жуткими, видимо, руками. Никто же мне не ставил эти руки. Но всё по слуху, по слуху. Потом в какой-то момент предъявила родителям первую часть концерта Миндельсона. Всего 40. Но папа сказал, да, они на тот инструмент отдали, но уже поздно что-то менять. Мне было 11 лет в тот момент. Да, 11 лет уже. А пишут, что в 5 лет вы уже играли при публике. То есть вы фактически в 4 года начали заниматься на фортепиано? С вами мама занималась или сразу к педагогам? Со мной занималась и мама, естественно. И в той школе, где она работала, меня консультировали её старшие коллеги. Она была ещё молодая и совсем неопытная. Понятно. А вы поступали уже в Центральную музыкальную школу, окончили ЦМШ, правильно? Да, все 11 лет. Вот без малого 7 лет как раз мне было, когда происходили вступительные экзамены в Центральную музыкальную школу. Я поступила в первый класс и все 11 лет там училась у одного и того же педагога, у Тамары Леонидовны Колос. Да. И получается, фактически обладаете всеми необходимыми способностями и чертами характера. Потому что выдержать ЦМШ далеко не каждый может. И в принципе прошли такую школу, начиная от конкурсов к блестящей карьере. Хотя очень-очень многие ломаются, конечно, в ЦМШ. А вот скажите, своего ребёнка отдали бы учиться в ЦМШ на фортепиано или на любой другой инструмент именно с такой подготовкой серьёзной, именно как ЦМШ? Ну, вы знаете, гипотетически, если бы он у меня был, я думаю, что всякая семья хочет, чтобы с ребёнком они разговаривали на одном языке. А я, поскольку интересуюсь ещё в музыкальном образовании, я понимаю, что по крайней мере 7-летняя начальная музыкальная ступень образования, она ничего не может принести, кроме пользы. Что бы там ни говорили, что детям это неохота, что это насилие, что скучно, что они сейчас слушают и хотят играть совершенно другую музыку. Ну, это всё, понимаете, это такие сиюминутные очень разговоры. Их история сметёт. А ценность классического образования, она всё равно останется. Притом мы знаем, что это всё развивает очень не только непосредственно умение играть в инфекции Баха, но и в целом интеллект и дети, которые заканчивали музыкальные школы, конечно, они добиваются больших успехов вообще в любой сфере деятельности. Поэтому ответ мой – да. Вопрос относительно СМШа трудно сказать, опять же, потому что мы только гипотетически разговариваем. С СМШа, конечно, нужно учиться тем, у кого есть такие ярко выраженные способности. Что касается того, трудно ли там учиться, там, знаете, трудно кому учиться. Вот, слава богу, мой педагог сразу нам сказал, чего нельзя делать. Нельзя разговаривать с мамами в коридоре сидеть, потому что это очень всё-таки моменты самооценки, да, родительской. Все начинают обсуждать, а вот мой ребёнок играет это, а вот ваш ещё это не играет. И вот эти все парады, так сказать… Значимости какой-то, значимости. Числавие. Числавие, верно, да. Трудно учиться в СМШ. А если ребёнок талантлив, и он увлечённый, он занимается с альфеджио гармонией, не говоря уж о специальности, трудно только в том смысле, что нужно много работать. Вот в этом смысле, наверное, нигде не легко всерьёз учиться. Ну, это и конечно. Вот вы рассказывали о вашем дуэте с Александром Князевым, он как раз был у нас в предыдущую среду, рассказывал о своей творческой жизни. И фактически он точно так же был ярким с детства и, можно сказать, вундеркиндом. Так же, как и вы, сразу виртуозная исполнительница, победительница многих конкурсов престижных. Как легко ли было потом перейти во взрослую жизнь, после вот этих больших успехов в юношестве, перейти уже в профессиональную взрослую жизнь, когда, ну, всё-таки стирается вот эта грань вундеркинства и профессионального музыканта? Вы знаете, тут мне повезло, опять же, очень психологически с моим окружением, потому что никогда в моём присутствии не произносилось слово «вундеркинд» в мой ад. Никогда просто. Но зато очень часто звучало от педагога слово «профессионализм». И вот это, наверное, был секрет успеха. Вообще обожаю слово «профессионализм», я считаю священным. И поэтому всё, что со мной делали, делали всегда исключительно исходя из критериев профессиональных. Все мои сольные концерты, которых действительно было много и в разных странах, особенно вот Япония, у меня такой прям школой была концертной, всегда мы смотрели на это вместе с педагогом именно с точки зрения того, что я уже, ну, пусть ещё и несовершеннолетний, но всё-таки уже, так скажем, человек, исполняющий обязанности артиста, как сейчас принято говорить. Понимаете, из-за этого слово «вундеркинд», оно как-то мне не мешало жить. Я поняла, что, в общем, по формальным признакам я на это дело походила, но мне к тому моменту уже, к счастью, давно исполнилось 18. А переход был действительно сложный, потому что, когда смотрят на 14-15-летнего подростка, конечно, им умиляются, что уже такой взрослый репертуар, а ещё совсем вроде как ребёнок практически, не говоря уже о более младшем возрасте. А вот когда тебе только-только исполнилось 18-19, на тебя уже смотрят без всяких скидок, как на абсолютно взрослого человека, такого конкурентоспособного. И чтобы имя стало фамилией, чтобы детские конкурсы, которые абсолютно, ещё одно модное словечко, обнулились, а взрослых конкурсов ещё нет, и взрослых ещё афиш нет, и когда ты ещё не солист филармонии, у тебя нет дирижёров в списке, с которыми ты вот так вот регулярно появляешься. Дирижёров было много, но это просто были такие единичные факты биографии. А вот когда ты из вот этого многообещающего подростка превращаешься в человека, который является частью, ну, как говорят, концертной жизни, вот это сложный период, это сложный период, потому что очень многим пытаешься, даже не пытаешься, а приходится доказывать, что ты равный среди них. Несколько лет требуется. Но это обычная абсолютно инерция ментальная, плюс к тому же, конечно, я уверена, что в 19 лет люди не играют так же, как в 30. И по качеству, и по наполнению, по художественной стороне этого дела, конечно, мы растём, конечно. Ну вот как раз вы говорили в интервью, что у вас как бы и наставниками были такие выдающиеся, великие деятели, и Мстислав Ростропович, и Родион Щедрин, и Владимир Спиваков. Они как раз были в вашем юношеском периоде, или уже возникли, ну, можно сказать, во взрослом, во взрослом музыкальной жизни. В студенческом, когда я уже сама пыталась отличать хорошее от плохого своими собственными людьми, и мне очень нужны были ориентиры из мира великих. И я даже не назову это кумирами, хотя что-то похожее, конечно. Но тем не менее, это было моё собственное развлечение, свой-чужой. И вот эти все люди оказались для меня очень родными, очень своими. Кстати, между прочим, мой первый приезд в Ригу именно был связан с Родионом Щедрином и Плесецком, когда Андрис Лепа делал гала-концерт в Рижской офисе, посвященной Майе Михайловне. Вот я выходила на сцену и исполняла азарные частушки Родиона Щедрина. Прекрасно. Так что эти люди, это были просто для меня такие, знаете, ориентиры. Как быть в этой идее? Ну и, кстати, вы исполняли впервые его шестой концерт. Это насколько ответственно было по ощущениям, потому что всё равно, когда это премьера нового сочинения, насколько вы чувствовали ответственность перед исполнением? Ой, это было, знаете, было ощущение, что я вот сейчас в пулей попала в ученику литературы. Потому что, конечно, ничего подобного не происходило до того, после того происходило, играла уже концерты и других авторов, это тоже всегда очень трепетно. Но первый раз есть первый раз. И понимаешь, когда автор, которого, ты знаешь, ещё с дошкольного детства, удивляешься, что вот такой живой классик наравне с Бахом и Бетховеном, и вот с ним можно поговорить, поздороваться, обсудить какие-то вещи, задать ему вопросы. И вдруг он звонит и предлагает сыграть вот такую мировую премьеру своего нового фортепианного концерта. Абсолютно, как говорится, носит шут. Но работа пришла с его, и поэтому мы встречались однократно ещё до архивовых репетиций. Там был использован такой пример, вы меня поймёте, это глисанда по чёрным клавишам. До сих пор оно мне не встречалось в пьяной литературе, надо сказать, было больно, до крови просто. Ну вот приходилось справляться даже с такими интересными вещами, которые композитор писал в расчёте на свои руки, а оказались исполнительские руки немножко другого формата. А он присутствовал на премьере сам? Конечно, присутствовал, естественно. Это было в амстердамском концерт Гебау, и он присутствовал, и моя Гебауна присутствовала. И это, конечно, были такие воспоминания просто на всю жизнь, когда музыка, которую ты исполняешь, имеет огромный успех, и ты становишься частью этого успеха авторского. Всё равно я всегда считаю, что исполнители вторичны в сравнении с автором. Композиторы – настоящие творцы. Мы в нашей работе немножко больше роль чисто у ремесленного мастерства, хотя, естественно, всё возможно поднять на самые высокие художественные выходы. Но это ощущение, когда тебе совсем ещё немного лет, тебе стоя аплодирует концерт Гебау, когда ты играешь бис, после которого вообще всё срывается. Что вы играли на бис тогда? Зарядки счастья. Вы помните, что вы на бис тогда играли? Ну, конечно, вот те самые озорные частушки, такая совершенно зубодробительная фортепианная транскрипция собственного же его сочинения для оркестра. Ну вот в какой-то момент он сделал это фортепианным, как он назвал, концертом для фортепианного стола. Не хватало ни рук, ничего, но просто вот это был тот самый период, когда нужно было делать какие-то подвиги, и это было такое для меня судьбоносное сочинение, конечно. Ну и, кстати, именно «Щедрина» вы записали в одной из своих работ для компакт-диска, то есть «Щедрин» и второй современный композитор. Второй автор тоже замечательный, тоже выпускник Московской консерватории. Это Талифхон Шахидин. Это таджикско-аранглийский композитор, мне так кажется, поскольку школа наша и много времени проводит в Москве. Я тоже мой очень большой друг, и, вы знаете, всё-таки с авторами общаться – это необыкновенная польза для вообще понимания процессов, которые исполнитель должен подчинять себе. Да. Дорогие друзья, у нас в гостях выдающаяся российская исполнительница, пианистка Екатерина Мечетина, и вернёмся к нашему разговору после небольшой рекламной паузы. Не отключайтесь. Венспилс. Один из красивейших и дружественных туристов городов Европы. В Венспилсе легко забыть, что ты на самом деле находишься в Латвии. У города есть свой флаг, свой язык, своя временная зона и даже свои собственные деньги – венты. Венспилс. Как государство в государстве. Приглашаем вас узнать больше об актуальных событиях в Венспилсе каждую среду после 13 часов в программе «Новости Венспилса» на Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Взбывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе «Очевидец». Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болтком. Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу. У нас в гостях российская пианистка Екатерина Мечетина. Мы как раз разговаривали о сотрудничестве с гениальным композитором российским Родионом Щедриным. Екатерина, расскажите о вашем содружестве уже с виолончелистом, дирижером Стиславом Ростроповичем. Ведь точно так же вы по его приглашению приезжали на какой-то концерт. И так же он принял большое участие в вашей судьбе. Да, это было примерно в дни буквально. Даже не в тот же год, а просто в те же дни подошел большой юбилейный фестиваль «Очевидец». Где довелось мне познакомиться и с маэстро, и выступить с его музыкой, и на заключительном концерте тогда же был Мстислав Леопольдович, с которым я познакомил моего мужчин, и Ростропович сразу же пригласил меня быть стипендиатом его фонда, а через некоторое время пригласил меня быть с ним на концерт, который проходил на Тайване, тоже было очень интересно. Это был первый из наших концертов, который, конечно, потряс меня абсолютно, во-первых, самим общением, это само собой. В случае с маэстро, я думаю, общение — это было не менее художественно ценно, чем его нахождение на сцене. У меня сохранилось несколько видеозаписей с тех моментов счастливых, когда мы собирались за одним столом, и взрывы хохота просто постоянно прерывают наши все разговоры. Конечно, было замечательно. Но это был потрясающий творческий урок. Достаточно привести один простой пример. Наверное, после концерта, не успев еще, можно сказать, чашку кофе выпить, он уже позвал меня в класс и сказал, мне нужно тебе кое-что рассказать по итогам вчерашнего концерта. И подробнейше, с нотами, по каждой вариации, мы играли рапсоди на тему Паганини Рахманова, по каждой вариации буквально. Иногда заставлял меня даже исполнять оркестровую партию, чтобы лучше объяснить мне суть взаимодействия фортепиано и соло и оркестра, вот суть авторской мысли, это, конечно, было необыкновенно. Да, прекрасно. Кстати, вы сталкивались с тем, что зачастую, особенно у пианистов, есть такое как бы снисходительное отношение по гендерному принципу. И особенно это существующая женская игра, играет по-женски, да, то есть, мне кажется, еще, конечно, это присуще для органа, как наиболее, наверное, мужского инструмента. Но даже на скрипке, виолончели, в принципе, исполнительницы не так сталкиваются, как именно пианистки. И вот насколько вы сталкивались, при том, что, в принципе, вы уже утвердились в звании, и часто вас даже не пишут пианистка Екатерина Мечетина, пишет российский пианист. Это вот с этим связано, как вы думаете? Да, как-то по-ахматовски, да. Я думаю, что я об этом, вернее, не думаю, а помню, что я об этой проблеме, конечно же, мышляла с тех самых пор, как осознала себя девушкой, женщиной и так далее. И, к счастью моему, ни разу в жизни мне не был предъявлен упрек, что я как бы отличаюсь женским стилем. Обратные упреки предъявлялись много раз, что слишком, слишком, наоборот, стремление к мужскому типу пианизма. Но я никогда это не воспринимала всерьез, ни как комплимент, ни как оскорбление. На самом деле, мне было просто ясно, что музыку писали композиторы. Не для того, чтобы её исполняли или женщины, или мужчины, а для того, чтобы её выразить так, как они это чувствовали. Композиторы были мужчинами, надо признать. Ну, может быть, Клара Шуман — единственное исключение, которое я играла в своей жизни. Но, опять же, тоже, она всё-таки заточилась на исполнительской больше деятельности. Так вот, понимаете, об этом вообще просто не надо думать. Потому что вот когда вы говорили, что есть такая дискриминация, она, конечно, есть. Я её, например, ощущаю сама внутри себя, когда я слушаю 60 человек подряд на консерваторском экзамене. И я понимаю, что вот многие-многие из этих девушек, они действительно играют очень по-девичьи. И, в общем, конечно, сразу следует вывод, что из этого не последует какой-то большой концертной деятельности. А энергетика — это вопрос вне признаков гендера. Как мне кажется, энергетика, она либо есть, либо её нет. Если она есть, то вот, я думаю, Марта Аргевич или Татьяна Николаева или Савер Саладзе очень бы по-доброму улыбнулись, когда им бы сказали, не тяжело ли вам быть женщиной с инструментом. Думаю, что и на Органе есть такие же исполнители, что вы из меня их приведёте в пример. Но действительно, энергетика — это та вещь, которая все проникающая. А вот манеры за роялем. Честно говоря, мы видим многих мужчин с женскими манерами за роялем. Ничего страшного. Но вам, кстати, очень... Тут все цветы, все индивидуальные. Вам очень повезло с педагогами. Сначала вы в ЦМШ учились в Тамаре Колос, а затем и в консерваторию Владимира Овчинникова, в аспирантурию Сергея Доренского. Вы сами выбирали педагогов или это какая-то вот такая линия судьбы? Вы знаете, мне вообще ни в каком возрасте не было невозможно что-либо найти. Поэтому, да, я делала иногда неожиданные поступки, неожиданные решения, но это всегда были мои собственные решения. К сожалению, к огромному мы потеряли некоторое время назад, недавнее совсем. Дороген мы потеряли, он ушел от нас 26 февраля. Но он оставил за собой такую армию пианистов, армия плохое слово, ну семью. Мы всегда говорили семью, но нас просто так много. И мы настолько сплоченные, мы такие друзья все, что нам сейчас очень важно сохранить именно вот это вот ощущение того, что мы все заодно, и что мы продолжаем вот эту его школу. Конечно, огромная потеря, просто до сих пор невозможно об этом спокойно говорить. Но все мои, тем не менее, возвращаясь к тому, действительно повезло с педагогами. Почему я выбрала класс Владимира Овчинникова? Потому что он был играющим пианистом. А это на тот момент было то самое, что мне больше всего на свете интересовало. Как это вести концертную деятельность? Как выбирать репертуар? Как быть на сцене? Конечно, в школе Замар Леонидов со мной все это тоже делала, потому что наша концертная деятельность уже, в общем, была, как я уже сказала, вполне приближена к боевым условиям. Но тем не менее, это была рука педагога-женщины. Мне хотелось испытать, что такой подход пианиста, концертирующего играть пианиста мужчины. Опять же, да, гендерные вопросы такие далеко мы не отодвигаем, как бы не хотели, но тем не менее. А затем сложилось так, просто уехала работать на границу, и я в гиперанторе уже была осознанно совершенно в класс к сертификалинице. Возникает вопрос, почему я не сделала этого раньше, например, на этапе поступления в консерваторию. Ну, честно скажу, у меня не хватило уверенности в себе, я побоялась конкуренции, что в таком звездном классе я не буду одна единственная, я буду только лишь одна из многих. Теперь понимаю, конечно, что это немножко наивнее было опасение, потому что, зная класса Реонидовича, там все были абсолютно... Никогда не были какой-то группой учеников или толпой, всегда индивидуальность была для него важнее всего. Каждая, каждая из нас, каждый из нас для него был абсолютно отдельным миром. Вот и результат. А как вы сейчас совмещаете концертную деятельность с педагогической? А, вот это вот с большим трудом, на самом деле. У меня не так много учеников, всего пять человек, но, кстати, карантин подсказал мне выход из этого, потому что самая большая проблема до последнего времени была, когда мне приходилось выезжать на гастроли, там, ну, длительностью более двух недель. Такое случалось. И, конечно, мне было жалко, что прекращается учебный процесс, особенно вот с более младшими ребятами. Но теперь я поняла, что, оказывается, способ видеозаписи, он тоже как компромиссный вариант, он работает, его можно использовать во время моего отсутствия. Но в то же время, понимаете, я прекрасно отдаю себе отчет, что одно дело — это получать регулярные уроки два раза в неделю по 45 минут, как положено. И совершенно другой режим — это тот, который я предлагаю детям. Но я помогу предложить одновременно с этим еще какие-то немножко, ну, горизонты, которые мне доступны. А вы готовы? Ну, может, польза, опять же, может быть. Простите, да? Извините, я вас перебила. Я читала в одном из ваших интервью, что во время подготовки к конкурсам Тамара Колос с вами занималась ежедневно. И, в частности, проводила время также и время отдыха, когда вы ездили на зарубежные поездки. Готовы вы также проводить, вот, себя посвятить какому-то из учеников, когда готовите конкурсу, ежедневно заниматься, и потом, когда сопровождать на конкурс, проводить целиком все время? Хороший вопрос, очень сложный. На самом деле, конечно, ежедневных занятий, вот в таком прямом понимании слова, они случались с нами тогда, когда мы вместе где-то были уже либо на самом конкурсе, либо на гастролях, а мы часто вместе ездили. В основном я ездила с педагогом, а не с мамой. Но вот когда мы готовились к конкурсу в Москве, ежедневные занятия бессмысленны, потому что это превращается в дрессировку. А дрессировка – это плохое понятие, плохое слово. И, конечно, целесообразные занятия где-то раз в два-три дня. Так у нас такой был график. Вот я помню незабываемое для меня лето 95-го года, когда я готовилась, мне было 16 лет, и я готовилась к первому в своей жизни взрослому конкурсу имени Бузони в Бальцане. А он, как назло, проходил во второй половине августа. И вот это вот лето действительно. Тамара Леонидовна совершенно совершила педагогический подвиг и занималась со мной всё лето, вот с периодичностью раз в два-три дня. Мы приезжали в школу, в зале, на роялях, на двух. Программа длилась три часа. Понимаете, это гигантский совершенно объём музыки. И вот это всё нужно было подготовить. Да, действительно, мы занимались очень-очень плотно. Ну и результат был, я считаю, для 16 лет получить лауреатство на конкурсе Бузони. Плюс приз за лучший тютлист, обыграв уже взрослых дядичек, 30-летних. Это было, конечно, очень серьёзно. Но что касается готова, была бы я в таком режиме, в случае отсутствия собственной концертной деятельности, конечно, была бы. Но здесь всегда мне приходится искать компромисс. Всегда. Потому что всё равно, понимаете, как бы мне не нравилось заниматься педагогикой вот в тех объёмах, в которых она присутствует в моей жизни. Но концертная деятельность, она всё равно первична. По многим показателям она первична. Я просто стараюсь не халтурить ни в чём. Знаете, если уж я взяла ответственность на себя за кого-то, особенно если этот кто-то, как говорит, кого вы приручили, стараюсь уже не обижать. Но, впрочем, это надо учеников спрашивать, обижаю я их или нет. Вы говорите, ваша младшая ученица 12 лет. То есть, получается, вы не только в консерватории преподаете, но ещё в каком-то учебном заведении? Да, в ЦМШ, в родной ЦМШ я преподаю. Вот у меня трое ребят там, и в консерватории. Понятно, такое многоступенчатое образование. Да, и вот у меня ещё такой вопрос. Вот если говорить, придётся выбрать. Ну, вы уже, конечно, ответили, что первоначально это концертная деятельность. Но вот если придётся выбрать педагогика или концертное исполнительство, вот на сегодняшнем этапе что бы вы выбрали? Знаете, такой вопрос может встать только при неблагоприятном стечении обстоятельств. Если это произойдёт, допустим, просто при усилении процентного соотношения в сторону концертной деятельности, то, конечно, мне придётся отказаться от педагогики, потому что это было бы безответственно по отношению к детям и студентам. Если же это произойдёт по какому-то действительно трагическому состоянию обстоятельств, после которого я не смогу играть, ну, я надеюсь, что-то не случится. Но, тем не менее, в жизни возможно всё. Тогда у меня просто не останется выбора. У вас очень большой репертуар. Есть ли любимые какие-то сочинения, которые хотелось бы исполнять из раза в раз? Есть знаковые сочинения, конечно, которые просто в жизни настолько проросли в меня, а я в них. Ну, например, та же Рапсодия на тему Паганини или второй концерт, или третий концерт Рахманинова, или шопеновские концерты. Много. Я вообще, честно говоря, люблю исполнять одно и то же произведение на протяжении многих лет. Иногда много раз подряд, иногда возвращаясь после какой-то паузы. Потому что они растут вместе со мной, они раскрываются мне с новой стороны. Вернее, они-то, может быть, не растут, это я дорастаю до их уровня. Поэтому они растут внутри меня и дают какие-то свои новые побеги, новые уровни понимания открываются. Я никогда не могла понять, как... Ну, это обычно, знаете, молодёжь так говорит. Ой, я уже не могу играть, мне это надоело. Это самое такое смешное, что можно услышать от молодого человека, потому что как это любимое что-то может надоесть. Наоборот, ты всё больше и больше взаимопроникаешь с ним и открываешь какие-то новые вещи. Даже иной раз просто внимательно посмотрев ноты и увидев то, что не видел за какими-то старыми привычками, старыми какими-то комплексами ошибок, которые ты сам же и наделал. Но процесс-то бесконечный этот. Ну, вы перечислили как раз только концерты Рахманинова. Стоит ли подумать о том, что это ваш любимый композитор? Конечно, конечно, это однозначно так. И даже, опять же, возвращаясь к вопросам карантина, первое, что я взяла, потому что у меня была идея, что нужно что-то получить новое, первое, что я взяла, это были музыкальные моменты Рахманина. У нас у органистов часто бывает такое, что мы стремимся сделать, выучить всё творчество Иоганн Себастьяна Баха, так как для нас композитор, ну, можно сказать, номер один. Есть ли у вас также желание выучить всё творчество Рахманинова и в определённом моменте… Вот я видела у вас, как раз и хотела спросить, были концерты «Русская антология», «Западноевропейская антология». И вот это два вопроса, и вот по поводу выучить всё творчество Рахманинова и что вот это за концерты антологии? Вы знаете, первый вопрос по поводу Рахманинова. У меня нет такой спортивной цели, да, вот просто чисто статистически, чтобы сыграть все опусы. Я, например, в какой-то момент соприкоснулась с романсами и поняла, что это тоже уникальный совершенно пласт. Хочется, да, хочется прикасаться и открывать для себя постоянно какие-то вот эти сокровища жемчужины, но это не значит, знаете, что я сейчас хочу вот нахапать всего побольше, чтобы просто формально иметь возможность сказать, что я вот всё сыграла. Нет. К пяти концертам, которые есть у меня в репертуаре, я тоже ведь довольно долго шла, и на самом деле тяжелее всего. У меня, как ни странно, дался последний из них, а по номеру он первый во второй редакции. И есть ещё такая инерция, что всё, что ты выучил до 25 лет, ты хорошо помнишь, а вот дальше уже всё сложнее и сложнее и сложнее. Но надо держать себя в форме, чтобы память, по крайней мере, оставалась в тех же кондициях. А что касается антологии, это была замечательная идея Нижегородской филармонии. Это было два сезона подряд, по три концерта в каждом. И первый сезон был посвящён русской музыке. Три концерта в течение сезона, и в каждом концерте по два сочинения. То есть мы с учётом физических возможностей пианистов пытались самые знаковые концерты представить. Ну и такой же сезон был зарубежный. Я могу путать их очерёдность, что зачем было, но их было два подряд, это совершенно точно. И такой подвиг, конечно, повторить достаточно трудно, просто потому что это большой объём репертуара. Там были такие сочинения, как концерт Боржика, который идёт более 45 минут. И, в общем, это было нелегко. То есть это именно концерты для фортепиано с оркестром, правильно? Да, 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 совершенно верно. А насколько вы любите исполнять сольные программы, то есть для фортепиано, соло, без оркестра? Да, каждый год есть у меня сольный концерт, либо в Большом зале консерватории, либо в зале Курковского. Я это воспринимаю как просто, знаете, годовые кольца. Вот каждый год у меня такой творческий отчёт перед моими слушателями, потому что всё равно сольный концерт — это абсолютно рентгеновский такой аппарат, который показывает всё, что у тебя внутри есть, до последней вообще вот косточки. И всё видно, ничего нельзя скрыть, в каком ты состоянии пришёл, в какой форме, в каком эмоциональном состоянии, что у тебя на душе. В общем, ну, чуткий слушатель — это всё очень правильно считывает, учитывает, а слушатель — это такой же участник процесса, как и исполнитель, ничуть не менее важный. Поэтому вот собираются мои слушатели, я им всегда безумно благодарна, что они наполняют весь зал, просто для того, чтобы услышать именно меня. И, знаете, даже осознание этого, оно отличается именно в связи с московскими концертами, оно отличается в связи с какими-то другими городами, потому что ты приезжаешь в город, да, там на тебя приходят просто как на факт структурной жизни. А здесь, в Москве, среди вот этого сонма артистов-пианистов есть какая-то группа публики, которой достаточно для того, чтобы наполнить зал, и которая приходит конкретно для тебя. И понимаешь, какая огромная добрая энергия в этой публике содержится, раз уж они светили целый вечер своей жизни, чтобы прийти на этот концерт. Поэтому это всегда концерты, такие доверительные диалоги, не монологи, а именно диалоги, потому что я стараюсь продумывать программы, чтобы публику вести за собой. И, ну, хотела сейчас сказать слово «развлекать», оно ужасно неподходящее. Ну, увлекать, скажем так, увлекать своими идеями. Вот одна из удачных программ была у меня два сезона назад, это 18 пьес Чайковского, объединённых по тому же принципу, по какому когда-то композитор сам собрал свои времена года. Это были другие пьесы, не те же самые, но они тоже были 12 месяцев. Это была вот моя такая авторская идея. Очень-очень имела потом большой резонанс и успех. И, конечно, когда я вижу, что публика получила удовольствие, и когда она прониклась моими настроениями, моими идеями, как-то ими зарядилась, выходя с концерта, это вот то, ради чего мы работаем. Ну, как раз можно сказать, что для ваших сольных программ «Чайковский фаворит», потому что также вы исполняли «Времена года» Чайковского, и вот эта программа. Да, да, да. А в следующем сезоне вообще будет программа под названием «Русские картины». Вот понравилось мне давать название программам. «Русские картины» — это будут и редко исполняемые композиторы, типа Лядова или там Бородина, всё-таки так часто пианисты их берут. Будет и Чайковский, ну и, как можно предположить, будет, естественно, Мусоргский. Наверное, и Балакирев также. И Балакирев будет в роли обработчика романса Глинки. Когда вы играете с симфоническим оркестром, то, конечно же, скорее всего, заказ происходит или от дирижёра, или от филармонии, которые заявляют в концерт и предлагают вам принять участие. А когда вы играете сольную программу, являясь также артисткой Московской филармонии, вы сами предлагаете программу или всё-таки также вам директор может попросить какие-то произведения включить, скажем так, для продажи той или иной программы? Нет, нет, нет. Здесь как раз вот, слава богу, Московская филармония такая организация творческая, дающая свободу своим артистам. И всё, что касается моих сольных высказываний, это полная свобода. Но я сама, понимаете, у меня есть такой принцип собственный, что публике должно быть эту программу слушать мне тяжело. Я пока, по крайней мере, на данном этапе, я не готова свою публику, скажем так, насильно воспитывать и принуждать к каким-то недоступным пока что, может быть, ни мне, ни ей культурным благам. Поэтому вот мои программы, я их стараюсь собирать по такому принципу, чтобы это было интересно и мне, и публике. То есть я всегда стараюсь на это смотреть глазами среднего слушателя. У меня есть, знаете, несколько персонажей, они могут быть реальными людьми или фантазированными людьми. Я играю всегда для суперпрофессионального слушателя. Вот просто человека, который видит меня насквоз, как меня видел мой профессор Доренский. Это один из персонажей в зале. Другой персонаж – это пожилая меломанка. Я представляю, чтобы ей было приятно услышать. Это тоже человек абсолютно реальный, который до последних лет ходил на концерты. Уже, к сожалению, по состоянию здоровья женщина не выходит из дома, но это прям была и продолжает оставаться такой одной из самых верных поклонниц. Но иногда стоит для пользы дела подумать о гипотетическом критике, сидящем в зале. Но чаще всего эти мысли приходится гнать. Это не очень продуктивно. Это действительно. Такие персонажи – целая команда. Знаете, как у Шумана был «Союз Дорица» «Давид Сбюнд». И вот с ними общаюсь. А потом они все увеличиваются до размера Большого зала консерватории. Я с ними разговариваю уже реально. Здорово. Расскажите в конце нашей передачи буквально несколько слов о вашей общественной деятельности и работе в Совете по культуре при президенте. Вы знаете, вот 25 марта должен был состояться наш Совет по культуре в Петербурге. И вот мы уже все были уже готовы. И у меня уже была написана речь огромная про состояние как раз детского музыкального, не только детского и вузовского музыкального образования в нашей стране. И прямо я уже так ждала, что вот сейчас я это президенту расскажу и что-то сдвинется. И, к сожалению, вот начала стремительно разворачиваться эта наша ситуация коронавирусная. Но перенесли Совет на другое время, на лучшие времена. Я думаю, что моя речь, она совершенно не устареет. Чтобы не произошло за это время, я все равно донесу до президента наше отчаяние. Да, действительно, так вышло, что я интересуюсь вопросами образования. Очень хочется, чтобы все наши наработки, все наши достижения не просто бы не потерялись, но с переходом из поколения в поколение, из рук в руки они бы приумножили. Сейчас мы встали перед проблемой вот этого дистанционного обучения. И все профессионалы единодушно пришли к мнению, что оно только может быть вот как компромиссный такой вариант в исключительных экстренных обстоятельствах. Оно совершенно никак не может служить заменителем реального обучения. Пример простой. Если мы можем научить кого-то дистанционно, то ребенок, который учился сам дистанционно, вне живой связи с педагогом, с руками, со звуком реального инструмента, вот он же, так сказать, во втором поколении дистанционного образования никогда никого научить ничего не сможет. Это самое простое, самое верное доказательство. Поэтому ждем окончания карантина, возобновляем все наше реальное общение, теплокровное, живое, с любовью к ученикам и к своему делу и продолжаем защищать наши интересы. Дорогие друзья, у нас в гостях была выдающаяся российская пианистка Екатерина Мечетина. Я благодарю вас, Екатерина, за интересную беседу. Спасибо вам, Елена, это было очень большое удовольствие. До свидания, всего доброго. Всего доброго, будьте все здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok